Немножко узнаем, как живется здесь экспатом. У меня сейчас учится в другой стране, правда, да. Поэтому нет, конечно, на данный момент мы не собираемся уезжать. Нравится в Дубае, не хочешь? И когда я сюда приехала, я поняла, что, конечно, без машины. Мы сейчас в гостях у Наташи, которая живет в Дубае уже сколько лет, Наташа? Седьмой год. Вот 23 июля будет семь лет. Семь лет в Дубае. И сейчас мы у нее дома, и мы находимся на Пальме Джумейра. Это самое начало Пальмы, да, правильно? Это ствол, да. Если смотреть на карту, то это начало ствола. Наташа, расскажи немножко про себя. Наташа, то есть ты сюда приехала уже семь лет назад, да? Да, мы переехали 23 июля, я хорошо помню дату. Жили мы один месяц на съемной квартире. Машин у нас не было, мы ездили везде на метро по всем нашим бумажным делам и так далее. И, конечно, вот тогда я прочувствовала, что такое дубайская жара. Ну и как-то начала привыкать, пыталась акклиматизироваться. Вот, потом где-то месяца два уходит на обустройство жизни, на получение виз, на получение всех документов. Когда вы уже переезжаете на постоянную квартиру, покупаете себе машину, отправляете детей в школу, тогда у вас налаживается ваш экспатский быт, и вы успокаиваетесь. И у вас начинается такая спокойная... Да, это вот такая прямо вот гонка, гонка. Ну, здесь требуется время, конечно, на все вот эти бумажные дела, на то, чтобы войти в колею, понять, что где находится, да, как здесь вообще жить. Вот, ну, это в принципе у всех это от полутора до двух месяцев. Но вы не самое лучшее время выбрали для адаптации, то есть июля, июнь, ты не рекомендуешь сюда приезжать людям, которые только вот впервые приезжают в Дубай, чтобы... Я бы не сказала, что я не рекомендую, потому что я этим летом не выезжала никуда. Я решила... И обычно все экспаты уезжают к себе в страну на каникулы. Заканчивается школа, школа заканчивается в начале июля, и все, конечно, стараются выехать. Кто уезжает к себе в Юкей, кто-то уезжает обратно в Россию. В этом году я не поехала. И я могу сказать с абсолютной уверенностью, что я очень хорошо провела здесь местное лето. Каждый день мы ходили в бассейн. Бассейны все охлаждаются, можно сидеть хоть целый день. Очень много скидок везде по всем торговым центрам. Но сейчас, уже после стольких лет, я могу сказать, что я абсолютно нормально переношу. Это когда ты уже перепожела здесь. Да, но я себя все-таки как-то подготовила к тому, что надо вливаться в обычную нормальную дубайскую жизнь. Не сидеть дома, а действительно выходить куда-то на пробежку, гулять, вести такой нормальный образ жизни. Если мы уже все время про погоду, я так поняла, что зонтик здесь нужен больше не от дождя, а от солнца. То есть зонтик у тебя дома есть? У меня есть зонтик, который я привезла с собой из Питера, с питерскими картинками, чтобы все видели, откуда я. Здесь вообще очень удобно носить какую-нибудь футболку, например, я из Питера или я из Москвы. В Питере пить, в Питере есть. Есть такая одежда очень популярная, ее все привозят с собой из своих поездок и все с гордостью носят. Я там из Ливана или я из Москвы. Вот мне поддумали. Да-да-да, это очень популярно здесь. Я привезла себе зонтик еще давно, он у меня уже старый-старый. И я ходила каждый день и ходила под зонтиком, потому что действительно защищает от солнца. От солнца здесь надо защищаться, это обязательно. Потому что все-таки солнце сильное, бывает жарко и нормально доходило. Дожди здесь идут два раза в год, будем так говорить. Два раза в год и по продолжительности? Бывают очень сильные дожди, очень сильные, да, прямо ливневые дожди. Но это не каждый день. И все очень ждут, когда пойдет дождь, все выходят и гуляют под дождем и бегают под дождем. Поэтому зонтик от дождя здесь не нужен. Наоборот, все наслаждаются, все радуются дождью, дети всегда все играют. Действительно, здесь нет таких затяжных дождей, как в Питере, как в Москве. Нет, тем более не как в Питере, не как в Делле. Но один день, один день пойдет дождь, такой хороший сильный ливень. Будут там где-то лужи на дорогах, остановится трафик. Это счастье в Дубае. И это будет счастье, и все будут радоваться, и весь интернет будет видео, как в Дубае пошел дождь. Вот, по поводу пыльных бурь. Сейчас совсем не период пыльных бурь. Здесь сейчас стоит такая хорошая погода, 20-22 градуса. И начинается где-то в конце ноября, заканчивается к середине апреля, где-то так. И воздух очень чистый. Я заметила, у меня тоже стоит вот это определение воздуха. Я это вижу по своему балкону, потому что насколько часто его надо мыть. И чем ближе к лету, тем больше там становится пыли. Пыльные бури, как таковые, возникают где-то в апреле-май месяце, когда наступает вот этот переход от зимы к лету. Но, опять же, эта буря не длится дольше двух дней, иногда три дня. Но это прям стеной стоит? Я бы не сказала, что это стена. Опять же, зависит от района. У нас здесь, например, может быть, если вот из окна посмотреть, море может быть не видно, да, вот этого моря. А так, смотря в каком районе вы живете. Есть, например, старый Дубай, вот Бур, Дубай, Дейры, там может быть совершенно другая ситуация по климату. Здесь на Пальме немножко тоже другой климат. Вот, но что мы делаем? Дети продолжают ходить в школу в этот период. Вот, я, может быть, там не буду выходить на улицу в этот день. Хотя это все рассеивается довольно быстро. Вот, и где-то в конце мая уже начинается такая стабильно жаркая погода. Еще не очень жарко, еще можно выходить спокойно, вот. Но в мае уже такая вот начинается жара. Наташа, а вот чем руководствовались? Вот Пальма Джиммера, я, конечно, перед тем, как ехать в Дубай, я посмотрела просто потрясающий фильм про эту Пальму. Да, я тоже смотрела сначала, когда переехала. Или какие сложности были. Вот когда Вы выбирали квартиру именно на Пальме, чем руководствовались? Почему именно на стволе? Почему не дальше? Почему не на ветках? Не там, где Атлантик? Квартиру выбирал у меня муж. Когда он стал спрашивать, где можно хорошо с семьей остановить, ну, жить, да. Какой хороший район. Ему сказали, а Пальма вот как раз супер просто. А в чем преимущество вот именно Пальмы? В чем преимущество было на тот момент в том, что это прекрасное место, если Вы живете с семьей, если у Вас есть маленькие дети. Потому что, конечно, близость пляжей, можно всегда пойти в какой-нибудь отель, в детские клубы, поплавать в бассейне. Для детей здесь много. Для детей, особенно если у Вас маленькие дети, у нас прекрасный парк внизу. Все выходят вечерями гулять, когда прохладная погода и зима выходят просто все в течение дня. Всегда можно найти с кем поиграть. Когда мы сюда приехали, вот эти магазины, которые у нас внизу находятся, они еще не были открыты. Вот, а сейчас вообще здесь такое место сбора. То есть, если кого-то надо увидеть, увидите или в кафешке, или в магазине, или в парке, или кого-то на пробежке. В такой кабинете у Вас? Да, да, то есть я знаю, я не скажу, что я знаю всех здесь, но я знаю по лицам людей, да. Вот, здесь очень-очень безопасно, можно хоть в 2 часа ночи выйти, хоть... А публика в основном экспаты здесь живет? Местные здесь тоже есть, да. Они живут в основном, конечно, на виллах, на вот этих листьях, да. Вот, конечно, виллы здесь не дешевые, это понятно, потому что это пальма. Скорее всего, все частные, наверное, вряд ли там сдаются. Нет, там сдаются виллы, да. Очень многие, например, живут, кто работает на консульство, на какие-то, да. Есть всякие известные личности, которые там тоже живут. Вот, но мы по понятным причинам виллу не сняли, потому что мы за жилье платим сами. Одна интересная вещь мне запомнилась, когда ты мне рассказывала про Рамадан. Рамадан, что здесь экспаты занимаются благотворительностью. Да. Что-то потрясающее, что здесь есть отдельные холодильники. Расскажи вот про это. Рамадан, это здесь огромный, очень важный праздник. Мы, конечно, все соблюдаем правила, которые касаются Рамадана. И это одно из таких первых, наверное, вещей Дубая, которые вы узнаете, когда вы сюда приезжаете. Кстати, когда мы приехали сюда в 2013 году, Рамадан был именно в июле. И нам сразу объяснили, что... А он меняется, да? Он передвигается на месяц, да. В этом году, по-моему, я еще, правда, не посмотрела, но, по-моему, будет Рамадан в апреле месяц. Он сдвигается каждый раз на месяц. Да, и это, конечно, объясняется всем туристам, которые сюда приезжают. И люди, конечно, которые здесь живут, они об этом знают, но если вы только-только приехали, нужно сразу запомнить о том, что нельзя ничего есть и пить на улице, если вы взрослый человек. Детям разрешается где-то лет до девяти, до десяти. И то, на тот момент у меня Андрею было уже шесть лет, я все-таки избегала как-то его открыто кормить. Лизе я там что-то давала в коляске, когда мы были в торговых центрах где-то там, да. Но сами вы можете найти миллион способов, как не пить и не есть на улице. Вполне можно это пережить, и ничего такого страшного в этом нет. Ну, мы, в общем-то, и вообще как бы на улице не привыкли есть и пить там. Здесь мы привыкли есть и пить на улице больше, чем у нас в России. Потому что здесь очень много открытых кафе. И так как вы всегда там, допустим, что-то хотите, какой-то кофе купить или дети у вас какое-то мороженое захотят. То есть получается, что вы все-таки едите на улице. Но вот в месяц Рамадан, тут надо еще обратить внимание на то, что кафе и рестораны закрыты до семи вечера. Они открываются после ифтара. Это где-то 7 часов 11 минут вечером. Ифтара, это вот последняя молитва. И когда они уже прерывают пост и все идут ужинать. И где-то все открыто часов до 3 ночи. Вот так. А по поводу благотворительности вот этого холодильника? Да, по поводу благотворительности. Так как Рамадан это такой месяц, когда вы стараетесь сделать что-то хорошее. Вы стараетесь дать, вы стараетесь вернуть. Ну, вот сделать какой-то такой добрый жест. Это очень здесь распространено. И здесь есть такая инициатива. По-английски она называется Рамадан Фридж. Рамадан холодильник. Ну, будем говорить так, да. Если у вас, допустим, есть люди, которые организовываются. Кстати, эти группы есть на Фейсбуке. Вы можете присоединиться в эту группу. У нас два холодильника на Пальме. Один стоит Golden Mile 7. А один стоит на одном из листьев. Это огромный холодильник? Нет, он не обязательно должен быть огромный. Это холодильник чей-то. Его одна женщина предоставляет. Он, конечно, нужно получать разрешение муниципалитета. И главное не закладывать, конечно, туда скоропортящиеся продукты, какие-то приготовленные дома. То есть обычно что делается? Во всех магазинах продуктовых на Рамадан всегда очень много скидок и всяких предложений на большие упаковки с едой. На какой-то кефир, арабский хлеб, фрукты, овощи и так далее. Это все делается по желанию. То есть вы можете просто пойти в магазин, купить какое-то количество этих продуктов и положить их в холодильник. Те рабочие, которые работают, например, на стройке рядом с вашим домом, либо уборщики, которые следят за вашим парком, убирают детские площадки и так далее. Они в основном все, конечно, мусульмане. То есть они соблюдают пост. И вечером они приходят после ифтары, когда наступает 7 вечера, они приходят и они берут какое-то количество продуктов и они могут поужинать. Здесь устанавливаются, кстати, шатры при отелях. И вы можете приехать и там будет просто огромное количество традиционной еды, европейской еды, вообще любой еды. Будет такой буфет, как шведский стол. И да, финики там будут. Как здесь обычно встречают Новый год люди, которые долго здесь живут? Потому что для нас это настолько актуально сейчас. Потому что мы встретили Новый год недалеко от Бурж-Халифы. Это было где-то метров 300, наверное. Я не скажу, что мне это не интересно. Я бы с удовольствием сходила. Но это, опять же, возможно для тех, кто живет в том районе. Потому что мы живем здесь на Пальме. То есть туда нам надо будет еще доехать. Дорога перекрывается. Метро может быть закрыто в определенный момент. Либо там, опять же, будет толпа людей. Вот поэтому я не рискую просто ехать туда в новогоднюю ночь. Потому что я прекрасно знаю, что я вернусь оттуда к 3-4 утра. И надо брать с собой детей. И я как-то вот каждый год этого избегаю. Что мы сделали в этом году? Мы перешли на другую сторону. Мы перешли на пляж. И с этого пляжа нам было прекрасно видно и Бурдж-Халиф, и Бурдж-Ля-Раб. И на Пальме тоже вот в отеле напротив были прекрасные фейерверки. Видели фейерверк? Да, мы видели все. И при этом отойдя 10 минут от дома. Вот если бы, наверное, я как-то собралась и настроилась и пошла, наверное, я бы туда доехала и как-то. Но просто есть люди, которые по телевизору смотрят, например. У нас один год был фейерверк именно на Пальме. Они устанавливали рекорд. Фейерверк был прямо здесь, на вот этой монорельсе, которая внизу. Они по всей Пальме они установили, естественно. Мы ходили к знакомому, смотрели с высокого этажа и было довольно хорошо видно. Но туда, конечно, нет. Я как-то не решаюсь. Тогда мы уже в час ночи встретили Новый год, посмотрели салют на Бурдж-Халифе. И мы сначала ждали, пока эта толпа немножко как бы пройдет, и мы уже в час ночи. Но не тут-то было. Толпы было много. И нам, чтобы попасть было в наш отель, надо было подняться и перейти на другую сторону через шоссе Шейха Зайда. Только путь один, только в метро. И для меня была шокирующая просто вот одна вещь. Когда мы подошли к метро, огромная толпа, и нас сортирует, понимаешь, стоит полиция. И они так и сортируют. Вы направо, вы налево. Получается, направо пошли все иностранцы, экспаты. Понимаешь? А налево тоже, ну... По-моему, они в этом году разделили на Family Entrance и Bachelors. Там было написано. Family... Там, потому что я ездила туда буквально позавчера на машине, там до сих пор были установлены вот эти указатели, что люди с детьми шли по одному пути, а люди без детей, они были в другую сторону направлены. Потому что здесь очень сильный настрой на безопасность. И тем более, когда возникает вот такая толпа, да, какое-то событие, даже какие-то концерты, например, приезжает здесь очень много звезд, Новый год вот особенно, они всегда, конечно, стараются установить правила, и этим правилам надо следовать. Поэтому, если вам сказали налево, идите налево. То есть не пытайтесь там куда-то направиться. Но Дубай, я так поняла, что это вот безопасный город. Дубай это очень безопасный город. Я всем это говорю, меня часто спрашивают, а вот как здесь женщинам, а вот... Во-первых, здесь практически нет воровства. Я бы сказала, на сто процентов нет воровства, потому что... Я иногда забываю, когда уезжаю куда-то в другую страну, и я в аэропорту получаю свой багаж, я оставляю свою сумку открытую на тележке, да, и я иду куда-то там ловить чемодан. И я потом вспоминаю, что я не в Дубай, что мне надо сумку закрыть. А здесь где-то в ресторане я могу уйти куда-то, а потом вернуться, и у меня будет все на том же самом месте лежать. Я имею в виду вот по безопасности страна, как вот насчет там терактов, насчет всего вот такого. Мне кажется, здесь вот следят очень сильно. Здесь они очень, конечно, серьезно за этим следят, и что интересно, вы никогда не увидите полиции на улице в открытую. Но они здесь есть, они сто процентов здесь есть. Но, например, сегодня вот я ехала назад из зала на машине, я увидела две полицейских машины, которые стояли просто на стороне, они, видимо, регулировали трафик. Вот, но не более того. То есть вы не увидите каких-то ходячих полицейских там где-то, вот как у нас это бывает, да, там рядом с метро прямо они стоят. Здесь такого нет, но они есть. Среди людей они всегда есть. Кстати, вот насчет машины, я так поняла, что ты сдала на права. Да, я наконец-то это сделала. Это было, ну, как бы это было трудно построить. Это было трудно, и это было такое большое событие в моей жизни, конечно, потому что когда я приехала сюда, я приехала сюда с индийскими правами, которые я получила в Индии. Мне рассказала, что в Дубае просто необходимо иметь машину, потому что он действительно, как мы видим, город разбросан просто. И если ты сидишь дома, ты абсолютно не мобильный и гуляешь с индийскими. Все, опять же, зависит от района, в котором вы живете. Есть районы, в которых ходят автобусы, есть районы, например, такие как Джибиар, Дубай Марина. Это довольно такие пешеходные районы, где, кстати, ходит и трамвай. Мы ездили. И люди, которые там живут, они, кстати, пользуются и вот этим водным транспортом, который там есть. И когда я сюда приехала, я поняла, что, конечно, без машины нет свободы и независимости, будем так говорить. Но я на тот момент не особо стремилась к получению прав, потому что были маленькие дети, и это требует времени. Это требует какого-то количества часов из вашего дня. То есть, когда вы вообще все это начинаете, надо рассчитывать на то, что это такой процесс энергозатратный. Это в любой стране, это и в России тоже. Да, и быстро это не закончено. В России, не знаю, но вот я сдавала в Индии, да, там это было так довольно безболезненно. Я так получила права, да, я не скажу, что я там ездила очень активно. Но надо учить еще то, что есть список стран, права которых здесь недействительны. Российские тоже. И Россия здесь недействительна. То есть, если вы сюда приезжаете жить, вы будете должны записаться на 40 уроков и сдавать экзамены. Да, то есть сдавать парковку и сдавать уже потом вождение. Да. Вот потому что... То есть тоже с первого раза нереально сдать? Смотрите, все опять же зависит от того, насколько хороший вы водитель. Потому что мое мнение, да, я считаю, что мнения, может быть, бывают разные, но мое мнение, что они действительно хорошо обучают как водить. Да. И здесь нужно понимать, что Дубай это скоростной город, что здесь высокие скорости, что здесь огромные дороги, что здесь образуется трафик в какой-то момент. Через сколько времени ты выезжаешь на дорогу после дворика? Сначала вы сдаете теоретический тест, да. Сначала вы... Сейчас не обязательно ходить на лекции, это все делается из дома. Ага. Вы все смотрите онлайн, потом вы сдаете тест. Это, в принципе, все гораздо быстро происходит. Вот это вот удобно. Это удобно. Потом вы ходите на, уже не помню сколько, на занятии по парковке вы должны сдать тест на парковку. То есть параллельная парковка 60 градусов и 90 градусов, да. Ну, понятно. Вот. И после этого у вас появляется инструктор. То есть обычно вам приписывают инструктор женщины. Но если ваш... Да, да. То есть здесь инструктор женщины. Здесь инструктор женщины, да. Можно даже обучаться и сдавать на русском языке. В школу, в которую я ходила, есть инструктор женщины. Она довольно известная. Здесь наша, кстати, русская. Из-за Елены. Из-за Елены. Да. И вот у нее были тоже свои клиенты. Но у меня был инструктор мужчина. Потому что, Сачин, если у вас есть муж, да, то Володя подпишет разрешение, что я разрешаю, чтобы моя жена занималась инструктором мужчины. И вы просто относитесь... Вот, смотри, местное население много. Вот именно женщин, арабских. Они водят все. Водят все, да. Здесь нет такого разделения, как у нас, на водителя женщину и водителя мужчину. Здесь женщины водят все. И даже не так давно им разрешили здесь водить. Им всегда было разрешено. Да. Это не Саудовская Аравия, где только сейчас им разрешили. А, все, тогда я пытаюсь. Они всегда прекрасно ездили, да. Наташа, вот еще, может быть, такой вопрос неоднозначный. Вот в Дубае, когда живешь, ну, тебя как мать, как женщина, ну, может быть, просто как человека. Что, например, может испугать тебя вот в жизни в Дубае? Есть что-то такое, за что страшно и, может быть, есть какая-то неуверенность? Ну, наверное, это как у всех здесь. Все боятся потерять работу. Да. То есть это просто. Да, все боятся, наверное, отсюда уехать. Боятся уехать? Да, боятся уехать. Я нас, вот, по моим знакомым, по моим вообще ощущениям, уезжать не хочет никто. И все всегда очень скучают по Дубаю, когда приходится. В какой-то момент все равно мы все экспаты, да, в какой-то момент мы все отсюда уедем. Но у меня очень много знакомых, которые живут здесь и по 13, и по 15 лет, у которых здесь свое жилье, которые покупают квартиры, либо виллы, и никто никуда не собирается уезжать. Это меня очень удивило, очень удивило. Знаешь, почему? Потому что, ну, так как я живу в Индии, я просто знаю, ну, как бы вот по нашему опыту, да, обычно три года, контракты на три года заключают. И это, как бы, такой период, период такого вот, ну, комфортного выживания в Индии. А потом ты либо продолжаешь, либо ты влюбился в Индию и ты остаешься, либо ты уезжаешь с облегчением, что наконец-то я отсюда уехал. Я думала, что в Дубае тоже есть как-то какой-то там момент, там, лет пять, и потом... Ну, не пять лет. Нет, все, не пять лет, есть, конечно, какой-то определенный период привыкания, да, то есть привыкание к климату, привыкание к немного другой культуре, да, к другому образу жизни, к какому-то распорядку дня и так далее. Но это все происходит довольно быстро. Быстро, да. И вот опять же, насколько я вижу вокруг себя, что люди отсюда уезжать не стремятся. Именно поэтому здесь никто не совершает преступления. Ну, никто, да. Все законопослушные. Все стараются все-таки соблюдать правила, и чтобы избежать депортации, да, там, или каких-то проблем вот этих вот. Вот все уважительно относятся к стране, и всем здесь нравится, потому что в жизни Дубае огромное количество уровней. И еще здесь есть большой плюс для детей в том, что мы здесь все общаемся с разными культурами, с людьми из абсолютно разных стран. У вашего ребенка могут быть одноклассники из Филиппин, из Египта, из Англии, из Америки, из африканских стран. То есть вот эта космополитичность, она все равно открывает глаза, и она открывает возможности прежде всего для ваших детей, и для вас тоже общаться с людьми, узнавать какие-то другие культуры, избавляться от какой-то зашоренности определенной, да, от каких-то стереотипов и так далее. Арабский язык знаешь? Нет. Скажи, он вообще здесь нужен? Вот дети в школе учат арабский, где они его применяют? Пока нигде, но обучение арабскому языку здесь обязательно, до девятого класса, да. Все дети, которые идут в школу, они с первого класса… И где они его практикуют? Ну, пока в классе только, да, пока нигде они его не практикуют, но арабский язык – это их национальный язык, естественно, они хотят его возродить, хотят сделать так, чтобы люди его знали, да. Это, опять же, для меня… здесь все говорят по-английски, да, то есть, смотрите, я не работаю здесь, это тоже такой пункт, он немаловажен, потому что я знаю очень много… То есть, ты тут хаус-вайб, правильно? Да, хаус-вайб, да. Если вас, ваша жизнь требует, да… Например, вот у нас здесь есть русское консульство, да, здесь, в Дубае, и там есть охранник, он индиец, кстати, из Кировы. Да, да, да. Он, опять же, прекрасно говорит по-арабски, потому что, когда я там сидела, как-то ждала открытия, он разговаривал с полицейским на абсолютно таком прекрасном арабском языке. То есть, все зависит от работы, от вашего окружения, да, если вы там замужем, например, за мужчиной из арабской страны, то, соответственно, вы выучите арабский язык. Если вам детям, вашим детям он нужен, либо по работе он нужен, то… А так я, например, могу пойти и выучить его… В связи с этим тоже хотела спросить, Наташа. Мы с тобой как-то познакомились, и помнишь, в Мумбаи такое хорошее у нас было комьюнити. Да, у нас было, да. Мы ходили в русский культурный центр, и привет Танечке Барышевой, которая до сих пор там работает, она под крылышком… С большой теплотой вспоминаю, конечно, наш русский культурный центр и Таню. Да, и я, кстати, поддерживаю до сих пор отношения с этими девчонками, с которыми я познакомилась, да. В Дубае есть то же самое. Есть ли у вас тут русский комьюнити и русский культурный центр, где вы собираетесь? В Дубае есть все немножко по-другому. Все-таки, да. Есть, например, русская церковь в Шарджи. Я так поняла, что они там собираются на какие-то праздники, но это в Шарджи, да, то есть я туда не езжу, например. Вот, кто-то собирается своими группами, да, вот, группа знакомая… Есть группы, да, где-то в Фейсбуке? Да, есть огромная группа русскоговорящих женщин на Фейсбуке. Там можно получить помощь, спросить консультацию, там, юриста в том числе, например. Вот, и какие-то вопросы, вот, связанные с… А, ну, то есть если нас сейчас смотрит кто-то и кто-то хочет влиться в комьюнити, собираться в Дубае, вы можете найти на Фейсбуке русскоговорящие в Дубае, да? Называется Russian Speaking Moms in UAE, такая большая-большая группа, да. Запомните, запомните. И они, кстати, устраивают тоже регулярные встречи, там периодически есть объявления, например, есть русская школа в Дубае, наверняка это такое тоже комьюнити. Есть детские образовательные центры, русские именно, которые были открыты русскими людьми. То есть это тоже они устраивают, например, там праздники, какие-то представления и так далее. Вот, на Пальме у нас, например, можно встретиться, познакомиться и нормально ходить на кофе. И все зависит от вашего желания. Если у вас есть время, если вы, например, работаете, может быть, у вас будет меньше времени, у вас будет немножко другая ваша группировка, да. А если вы не работаете, у вас маленькие дети, это будет уже другое в вашей комьюнити. Поэтому все от этого зависит. Но я бы еще хотела подчеркнуть, что не именно русская комьюнити, а, скорее всего, русскоговорящая, да, это из всех стран СНГ. Это из всех стран СНГ, да. То есть и Украина, и русский, и Узбекистан, Казахстан. Они могут и отдельно собираться по своим странам. Могут, например, Белоруссия там отдельно, Украина отдельно. Это все от вашего желания зависит. Хотите, собирайтесь. Потому что мы даже были в ресторане, когда заказывали, девушка с нами говорит по... Разговаривает над нами по-английски. Я понимаю, я на нее смотрю, говорю, вы из Казахстана? Да, да. А она говорит, да, да, давайте по-русски. В общем, тут много людей из Казахстана, из Украины, из России. И очень много даже на ресепшенах бенеджерами заработают, русскоговорящих. Да, да. В субботу ходили отмечать Новый год в Фаермонте. Вот здесь Фаермонт-отель есть, в котором живут очень много русских женщин. Да. Да, они там снимают жилье, тоже у них мужья работают. Они сами тоже могут работать. Ну, вот я познакомилась с одной женщиной, когда ходила в бассейн. Там, опять же, очень много русских. Я как-то сидела у бассейна, и она ко мне подошла, говорит, мы только что переехали, давайте познакомимся. И вот так вот я как-то тоже влилась в эту группу. Она организовала прекрасный Новый год для детей с Детом Морозом, с елкой, с нашими вот этими хороводами. Да, вот как мы привыкли. Да, в лесу родилась елочка, дети пели. Да, дети пели, была музыка, наши детские вот песни вот эти советские, да, было очень замечательно. Мы так хорошо перезнакомились, да. Но в Индии, опять же, немножко другая жизнь, да. Мы все старались там друг другу помогать и друг друга поддерживать, потому что там другая реальность, да. А здесь такое образ жизни немножко другой, да. Люди здесь более находятся в комфортном состоянии все-таки. Это не индийская реальность за окном, да. Поэтому хочется где-то пойти там самой что-то где-то, да. Не обязательно искать вот этих русское общение, да. Конечно, хочется иметь это русское общение, но не всегда его хочется искать. Хочется иногда где-то там, может быть, пережить. Какой-то посылочку или что-то там такое, чтобы вам прислали икру или черного хлеба. Да, 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 да. Кстати, русские продукты здесь прекрасно продаются, включая икру и черный хлеб. Поэтому не надо. Если честно, мы буквально вчера были в супермаркете, у меня был шок. Потому что стоит сметана. Да, все есть. Стоит кефир, стоит творожок, причем там украинского производства. Да, да, да. Сыр, килька, шпроты рижские, что-то там такое килька в томате. Я удивилась, пожалуйста. Кстати, есть сметана местного производства, она за 5 дирхам. Она прекрасная сметана, очень даже напоминает сметану из детства. Чего даже у меня в Индии нет, у меня нет сметаны. Да, в Индии, конечно, была постоянная проблема с продуктами. Я помню, мы все возили эту гречку в чемоданах. А здесь есть гречка? Да, здесь полно гречки. Уже даже можно и не есть эту гречку. Нет, я тебе скажу, что в Индии тоже продается гречка и на базар, но она просто стоит космос. Просто если она... В Москве 40 рублей, там она стоит 250. Да, но это и здесь тоже самое будет. Да, здесь, конечно, так как это все импортированное и, скорее всего, привезено на самолете, да, то это будет стоить... Наташа, срезюмируем. То есть из Дубая тебе уезжать не хочется и ты хочешь оттянуть этот момент как можно дальше. Здесь работа, да, здесь на данный момент стабильность находится. Детям здесь нравится. Да, дети здесь учатся в школе. Ну, сын у меня сейчас учится в другой стране, правда, да. Вот, поэтому нет, конечно, на данный момент мы и собираемся уезжать. Нравится в Дубае, не хочешь отсюда уезжать? А где больше нравится, в Санкт-Петербурге или в Дубае? Я не знаю. Не знаешь? Ты же в Питер едешь к бабушке? А. Да? Ну, где больше нравится, там с бабушкой или здесь? Не знаешь? Мне кажется, ей там и там нравится. Да, потому что там с ней там холодно, а здесь хорошо. Ну, она более такой все-таки, да, южный ребенок, хотя она туда приезжает абсолютно нормально и климат переносит. Ну, в общем, если срезюмировать, то все-таки советуешь приезжать в Дубае? Я очень советую приезжать в Дубае и в любое время года, кстати, это вот лично мое мнение, потому что я летом здесь прекрасно провела лето, и, кстати, было очень много туристов, и здесь все дешевле будет, чем, допустим, зимой. Но если искать работу все-таки, если искать работу, то, наверное, не самое подходящее время, это июнь, июль, когда здесь 50 градусов. Нет, июнь, июнь, и все-таки здесь такое затишье наступает. Потому что все уезжают. Да, потому что все уезжают, и в плане работы тоже такое затишье. Конечно, где-то в плане поиска работы это начиная с сентября, когда все сюда возвращаются, начинается школа, да, то есть смотря еще, что вы ищете, конечно. Вот, понятно. Спасибо тебе огромное. Ты такой поток информации нам сегодня, и мы можем рассказывать и болтать целыми днями, к сожалению, время ограничено, у наших зрителей они не очень любят длинные ролики, поэтому... Итак, приезжайте в Дубай, здесь здорово. Я со своей стороны посоветую путешествовать именно в январе, потому что здесь такая комфортная погода, здесь можно гулять, и не жарко. Просто, вообще, чудесный город, город будущего, всем рекомендую. С вами Ваяж Дилетантов, не переключайтесь, у нас еще много интересного впереди, до новых встреч. В этом парке вы гуляете, да? Да, да, да. Она тоже озвучит немножко, что тут еще, вот это вот кафе в ней, это что? Когда мы приехали в 2013, вот этого всего здесь нет. Здесь все было закрыто, и они открыли через несколько лет. Я когда приехала, мне оказался этот парк таким огромным, просто неискачаемым. Сейчас, конечно, для меня это уже абсолютно нормальный. Здесь такой маленький. И я стала обращать внимание, что люди выходят на пробежку, занимаются спортом. Здесь я тоже как-то стала вливаться туда на эту ситуацию. А, ну да, вот эта дорожка. У нас сейчас открыли, в конце как раз, если вы пройдете туда, буквально 10 минут ходьбы, вы увидите огромный молд. А с вами по-прежнему Ваяж Дилетантов. Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok